Вы смотрите Актуальное интервью в студии Пётр Васильев. Здравствуйте. А в этом году дочерняя компания «Алрус» АО «Алмаза Набара» отмечает 25-летие. Перспективное промышленное предприятие Якутии сегодня находится на пике своего развития. О том, какие проекты сейчас реализуются, а также о планах на будущее, мы поговорим сегодня. Гость нашей студии Алексей Окорков, генеральный директор АО «Алмаза Набара» Алексей Алексеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Как начиналась ваша история в компании и какие результаты за эти годы вы хотели бы отметить? Для начала я хотел бы поздравить всех наших коллег, сотрудников, ветеранов алмазной промышленности с нашим праздником, днем алмаза-добытчика. Пожелать им успехов, здоровья, исполнения всех производственных и личных планов. В этом году наше предприятие исполняется 25 лет. За эти годы наше предприятие добилось впечатляющих успехов. Если говорить о финансовых результатах, то за 25 лет своей деятельности предприятие заплатило в республиканские и местные бюджеты порядка 40 миллиардов рублей науглых платежей. Добилось 70 миллиардов рублей чистой прибыли. За эти годы через наше предприятие прошли более 14 тысяч жителей нашей республики. Каждый второй работник нашего предприятия – это работник сельских районов республики Саха-Якутия. Каждый шестой – это житель арктических районов. 98% нашего персонала – это жители республики. Если говорить обо мне, то я пришел в 2016 году по приглашению Павла Алексеевича Маринычева. Более 6 лет мы с ним вместе поработали. За эти годы предприятие сделало большой качественный рывок в своем развитии. Если вспомнить о тех цифрах, которые я сказал ранее, то 77% чистой прибыли приходится на эти годы. 72% налоговых платежей тоже на эти годы приходится. Мы делаем большой упор на развитие нашего персонала. И это, наверное, главное наше конкурентное преимущество. Мы очень гордимся нашим коллективом. Мы вкладываемся в развитие каждого нашего сотрудника. И, собственно говоря, это помогает нам добиваться этих результатов. Алексей Алексеевич, вы говорите, что вы гордитесь каждым своим сотрудникам. Я уверен, что компания проявляет очень сильную заботу в отношении каждого сотрудника. И сама компания славится своими хорошими работниками. В чем секрет? Ну, секрета здесь большого нет. Во-первых, помимо хороших зарплат социальных пакетов, которые мы традиционно, естественно, являемся нашей сильной стороной. Во-первых, у нас коллектив очень молодой. Средний возраст нашего коллектива 37 лет. Если говорить даже на примере, то главный инженер у нас, ему 35 лет, главному геологу 40 лет. Соответственно, коллектив молодой, по-хорошему, амбициозный, готовый к изменениям. И, соответственно, более оперативный, собранный. Мы не проводим какие-то стратегические сессии. Если у нас возникает какая-то проблема, мы быстренько собираемся, принимаем решение и тут же идем его реализовывать. В этом наш секрет. Но помимо, собственно говоря, того, что коллектив молодой или высоких зарплат, нужно понимать, что нужно при работе с коллективом исповедовать некоторые принципы. Принципы, которые мы исповедуем, это, во-первых, открытость, во-вторых, быстрая обратная связь, в-третьих, справедливость. Если этих принципов придерживаться, то коллектив даст отдачу. Вот под открытостью, например, мы понимаем, что любой сотрудник любого уровня может обратиться к генеральному директору напрямую своими проблемами и вопросами. На эти проблемы должно быть дан быстрый, незамедлительный ответ. Проблема должна быть решена, либо должен быть ответ, почему эта проблема не может быть решена на этом уровне. Это помогает в работе. Во-вторых, это получение быстрой обратной связи. У нас практикуются прямые встречи с руководством, с коллективами на производственных участках. Это, во-первых, мы рассказываем о своих планах, что мы собираемся делать. Люди получают информацию с первых уст. А во-вторых, тут же на встречах мы получаем информацию, что происходит на местах. Это очень хорошая практика, и мы ее постоянно используем. Ну и самое последнее, что хотелось бы сказать по этому поводу, что эффективность эффективностью, но эффективность не должна достигаться любой ценой. То есть при достижении каких-то целей мы все равно должны соблюдать определенные этические, человеческие правила. Алексей Алексеевич, вот вы как генеральный директор, три важных, главных качества сотрудника компании «Алмаза-Набора». По факту я вам уже сказал. Первое, человек должен готов быть к изменениям, первое. Второе, человек должен быть готов учиться постоянно. И в-третьих, это ответственность. То есть вот три составляющих, с помощью которых мы на самом деле собираем наш коллектив. Люди у нас, которые работают, это действительно, по большому счету, это будущая производственная элита нашей республики. Я более чем с вами согласен в этом. Давайте поговорим про проекты компании. Их, безусловно, очень много. Какие лично вы бы для себя отметили? Ну, проектов на самом деле много. Тем, что я лично горжусь, потому что с 16-го года я, в том числе, занимаюсь управлением кадровой политикой. Это проекты по развитию персонала. Мы внедрили у себя программу кадрового резерва, с помощью которой мы учили наших коллег. Экономики горного предприятия. Мы учили навыкам успешного руководителя. Я вот уверен, что те ребята, которые прошли эту программу, через 10-15 лет они выстрелят и действительно станут руководителями разного уровня. В прошлом году мы запустили программу совместно с правительством Республики Саха-Якутия, программу «Путевка жизни 2.0». Что это означает? У нас коллеги, которые работают на производстве, могут учиться по программам средне-специального, высшепрофессионального и дополнительного профессионального образования без отрыва от производства. Соответственно, коллеги получают образование, получают знания и получают возможность дальше двигаться по карьерной лестнице внутри наших предприятий. Это очень интересный, очень хороший проект, который у нас существует. Что касается нашего предприятия, то в этом году у нас впервые будет поставлен на баланс золото не менее 1,9 тонн. И что поможет нам уже 2025 года начать добычу золота как второй основной вид деятельности. Планы, безусловно, тоже так же грандиозные. Алексей Алексеевич, вы говорите, что производство невозможно без людей. Промышленность это в первую очередь же все-таки работа с недрами. Как выстроена сегодня экологическая политика компании? Алмаза-Набара – это прежде всего местная компания. То есть мы здесь все местные жители и традиционно мы очень ответственно относимся к нашей экологической ответственности. С другой стороны, Алмаза-Набара входит в группу компании «Аллороса», где приняты такие основополагающие документы, как экологическая политика компании «Аллороса», политика об устойчивом развитии компании, корпоративный кодекс поведения. В соответствии с которыми мы очень внимательно относимся к экологическому аспекту своей деятельности. Мы проводим постоянно мониторинг, контроль негативного воздействия на окружающую среду. Мы проводим рекультивацию тех участков, которые уже отработаны. В этом году у нас по рекультивации больше 90 гектаров будет проведена горно-технологическая рекультивация и биологическая рекультивация, по итогам которой все засевается и мы стараемся передать более-менее первозданное состояние. В этом году у нас 146 гектар леса подлежат лесовосстановлению. Совместно с Арктическим государственным агротехнологическим университетом эта площадь будет засеяна с саженцами лиственниц. С 2016 года мы более 6500 тонн металлолома вывезли из Арктической зоны. Ежегодно мы это вывозим. Единственный перерыв у нас был в 2020 году, но это во время пандемии. Но это мы делаем постоянно вне зависимости от обстоятельств. Мы считаем, что это очень важно очищать Арктику от того металлолома, который накопился за последний год. Иными словами, безопасность, в том числе и экологическая, во главе угла. Да, абсолютно верно. Какие задачи сегодня стоят перед предприятием и, самое главное, решаются в этом году? В этом году у нас стоят достаточно амбициозные задачи. Это и объем добычи алмазного сырья в размере 3 миллиона 762 тысячи карат. Это и переработка горной массы более 16 миллионов кубических метров. Это добыча попутного золота 126 килограмм. Это прирост минеральной сырьевой базы по алмазам не менее 2 миллионов карат. Очень важное для нас является это развитие ремонтной функции, потому что без ремонтов вся техника останется, соответственно, без ремонтов невозможно будет продолжать производственную деятельность. Поэтому программа ТАИР для нас очень важна. В этом году мы ее будем развивать и укреплять ремонтную функцию. Ну и, как я сказал уже, для нас в этом году очень важная веха. Мы в этом году должны поставить на баланс 1,90 миллиона тонны золота. И, соответственно, с 2025 года мы уже начнем добычу золота природного. Алексей Алексеевич, в заключение, насколько сегодня компания «Алмаза-Набара» активно вовлечена в жизнь республику? Ну, как я уже говорил, «Алмаза-Набара» — это местная компания. Мы не можем жить в отрыве от жизни республики. Мы глубоко вовлечены в жизнь тех улусов, где мы осуществляем свою деятельность. Мы заинтересованы в их устойчивом развитии. Ежегодно мы перечисляем порядка 109 миллионов рублей по договору о социально-экономическом развитии в эти улусы на те или иные проекты. Помимо этого, мы закупаем местную продукцию, местных товаропроизводителей. Мы поддерживаем инфраструктуру этих улусов, содержим дороги, обеспечиваем хранение нефтепродуктов, помогаем так или иначе техникой и так далее. Но самое важное для нас, наверное, это то, что жители арктических районов ежегодно трудоустраиваются на наших предприятиях. Это очень важно. Мы их помогаем и профподготовке, и трудостройству у нас. И это очень важно, что через это трудостройство население улусов видит, что обеспечивается таким образом устойчивое развитие этих районов. То есть эти люди остаются в районе, они зарабатывают здесь, и, собственно говоря, то, что у нас там 98% нашего трудового коллектива это жители республики, это имеет эффект синергии. То есть люди зарабатывают здесь, потом, соответственно, покупают продукцию, товары, услуги у местных предпринимателей, те, соответственно, тоже могут обеспечить выплату налоги в бюджеты, и это все деньги остаются в республике. Это очень важно. Алексей Алексеевич, ну я соглашусь с вами. Вот эта синергия, она важна и для компании, и для республики в целом. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч. До новых встреч.